Стакан, соломинка, пакет. Сегодня пластик одна из главных угроз планете, поэтому в Беларуси приняли революционное для экологии решение постепенно отказаться от пластиковой упаковки. Задача номер один определиться с перечнем одноразовой посуды, использование и продажи которой будут запрещены в объектах общественного питания с 1 января 2021. Кроме того, появится и экономический стимул для перехода на экоупаковку. Витебские предприятия к такому сценарию готовы. Предприятия торговли обязаны в торговых объектах более 100 квадратных метров торговой площадью иметь в продаже минеральную и питьевую воду в стеклянной таре 0,5 литра. В дальнейшем планируется это ограничение распространить и на пиво и слабоалкогольные напитки, ограничить емкость такой тары до 1 литра. До 2023 года в республике планируется увеличить объем выпускаемой биоразлагаемой упаковки и расширить соответственный ассортимент. В витебских ресторанах уже используют столовые приборы из кукурузного крахмала, бумажные трубочки для коктейлей, тарелки из сахарного тростника. Если взять заказ с собой, его запакуют в специальные эко-контейнеры. Сегодня каждый понимает, если пластиковый пакет разлагается от 100 до 1000 лет, то бумага станет удобрением всего через несколько месяцев. Попадая на свалки, на полигоны, пластиковая упаковка может разрушаться сотни лет. С рыбой, морепродуктами, микропластик, попадая в организм человека, может оказывать также вредное воздействие, вызывая различные заболевания. Академия наук разрабатывает технологии по производству полимерной упаковки не из нефтепродуктов, как это сейчас происходит, а из природных компонентов. Такие полимерные упаковки могут разлагаться в природе не столетиями, а за несколько месяцев. Экологическую инициативу в Витебске поддержали многие кафе и супермаркеты, которые предложили альтернативу пластиковой упаковке и пакетам из полиэтилена. Кукурузные, бумажные и даже хорошо знакомые авоськи из страны советов снова в моде и для витебчан они уже не в новинку.